Почему они появляются в Новосибирске? Вот, все вы знаете, сейчас строится третий мост. Парк заснять на видеокамеру? Ну, если у вас желание есть, пожалуйста. Вы не разражаете? Я не разражаю. Хорошо. Знаете, вот. Здесь круг, да, у нас. И будет мост. Это мост третий, это у нас, как называется, скоростная магистраль. Непрерывное действие должно быть. Она от дороги, которая идет на Ленинск-Кузнецкий, и дороги, которая идет на Ординск. Понимаешь, без одного светофора проехать можно будет 20 км от Хевловского рынка до трассы на Минск-Кузнецк. И уже сейчас строим уже по соединению берега, строим развязку на Латутин, строим развязку на Большевицке. А по гем-плану, здесь должно быть в районе улицы Обогатительный, должна быть сразу развязка и сразу на Миналовский мост развязка. Я спрашивал, ее никто не хочет строить. То есть, опять не запускает это. А люди на Затуринку, на Чинской, все равно будут туда поворачивать, налево. Будут аварии и будет снова ставить светофор. Снова будут ставить светофор и снова будет какая-то скоростная магистраль опять будет. Это то же самое. У нас же от посольства от Сухого Лога до автовокзала. На народный светофор, на Крахоткий светофор, на военный светофор. Ну, какая-то скоростная магистраль. Там 2, может около 2 км можно поехать. 80. А дальше-то? И то же самое получается сейчас. Руком, я не знаю почему, это неужели люди недальновидные уже. И вот на том береге сейчас, вот она большевистская, остается их только, как все знают. Подхожу, узнаю, а пока не запланируем через жилистку, даже не запланируем ухлепроводку. То есть опять люди, допустим, хотят раз, то есть кому-то еще магистральдург, ладно, он не едет. А если он в город поедет, он опять будет ставить водку. Какой смысл он поедет в этом мосту? То есть 10 процентов, может он разгрузить, и все. То есть у нас, я вот 40 лет наблюдаюсь, как у нас строятся дороги, и постоянно у нас ошибки. Строили мост через Тулу. Там проект, она была главой дома, где вот сюда. На поворотном номерной финансе это должны свести. Чтобы в правую полосу, которая уходит на мост, можно было в 2 лет поворотить на стрелку. Опять, этот СБ-388, которая была владельцем этого дворца культуры, сельмашки, наверное, у нас толщиной массы, выиграл эту самую, ну не знаю, нижнюю самую. Мы сейчас достроили этот базар, в магазин. И потом достроили, сколько уже продали у нас дворец. И теперь он туда и в дом. Еще не висит отсутся. Так, еще я хотел рассказать. Так. Дальше. Вот. Строили этот мост через Тулу. Взяли, то есть, надо было делать такую же стакану, как, по-моему, через выбранную дорогу. Сейчас надо дорогу, это с этого моста, который будет сводить, а на какие-то дачи на Сибирьково-Вальнице хотя бы. Вот тогда хотя бы в Сибирьково-Вальнице сделали бы развязку, уже тогда можно было. А сейчас у нас здесь сплошные будут пробки. Что? Сюда? Нет. В целом оставим два пробка, еще два будет пробка. То есть, он на первое время... Насколько не надо считать. И потом закончили. В истории, пожалуйста. А начали. А, я бы спросил пять минут еще потом. Ну ладно. Ну, собственно... Петр Иванович, идея понятна? Да. Как донести ее до мэрии? Вот! Человек сегодня все время об этом и говорил. Он, звездной мост между вашими идеями и предложениями... Петр Иванович, у меня еще не могу взять у вас это или нет? Потому что, смотрите, сейчас в СГУКСе есть электронная программа, которая... Он разрабатывает. И вот, да. Насчет четвертого моста. Вопрос. У меня даже... Вот свое личное мнение. Какой строит мост? Вельцовский мост или центральный мост в первую очередь? Да, конечно, в первую очередь, надо строить центральный, чтобы в Калининском районе Вьетнаме, конечно, доделать подробности, чтобы она... Они... Ну, точно... Они именно так и сказали. Они именно в СГУКСе так и сказали, что именно нужно строить средний мост. Да. Потому что... Дорогу Толмачева сделали. Понимаете? На правом берегу шесть путепроводов через шлезную дорогу. Одна везда из Москвы до Владивостока. А на левом берегу один путепровод и два переезда. Это вообще издевается вообще. Ну, понятно. Ну, конечно, там будет поток. Хорошо. То есть, посмотрите, вы готовы войти в состав общественной группы для того, чтобы именно через симулятор, да? Ну, то есть, у нас есть программный симулятор, который можете вы внести свои идеи, я внести. Она со всех все собрала, а потом конечный результат выдала. Конечно, готовы. Угу. Все хорошо, замечательно. Или вот... Еще... Ага. Как же она называется там? Ускаинска, помню. Вот. Тем ревком остановка. Путепровод сделали для трамвая. Сейчас вот пробки там строят эстакаду на автовазах, все знаете. А то, что проехать туда сразу, по этому пути-проводу, там нет просто дороги буквально. В центре города. Улица Зыряновская. Тоже, не знаю, по крайней мере, кто с Небельниковской, они бы спокойно могли проехать и самое... До речного вокзала. До восхода. До восхода. До восхода и на мост. Зимой много ездят по трамваю. Ну, правильно. И здесь тоже, они... Делают... Ну, это, конечно, для будущего моста делают. А там-то опять на левый поворот, допустим, на левый берег ехать, опять на левый поворот. Опять. Опять. Ну, за пять. Согласен, согласен. Ну, это, я понимаю, там сейчас до года строили мост. Ну, сейчас надо строить тут сразу. И четвертый мост, конечно, начинать, надо строить сразу. Но не бросать этот, который называется юго-западный транзит. Угу. То есть, вот, если вы две построенные, вот, от Сухого Олова до Толмачёва, и от, допустим, от Барховки до Карловского, чтобы они были действительно без одного страфора. Ну, понятно. Ну, мысль была хорошая, а в 81-м начальству я закончил только в 7-м. В 26-м. То есть, кусок сделали? Да, кусок только сделали. А остальное, вот, на военные там даже рельеф такой, что можно сделать. Китай. Китай, да. Откуда у нас столько знаний? Про, вот, если бы даже не автомобилисты, ну, столько идей и понимания про нашу дорожную систему. Нет. Нет. Еще в 26-м году был генерал Слава, просто интересовался там, был вот такой институт на Сибирском районе Каркововича. Там был. Допустим, вот, вы все знаете, как там, вот сейчас губернатор будет горжиться. Вот, сдает дорогу на Каменный Амбий. То есть, поток Савдинска опять возрастающий. А у нас опять здесь это тещин язык, и Птухово вся из стафоров. Где из стафоров там, понимаете? И сейчас строим развязку. Нет. Откуда вы это знаете? Вы это знаете? Почему? Не въявляясь, не скажите, откуда вы это знаете? Ну, это самое интересное, потому что я живу в своем городе. Я же рассказал про это. Таких людей много. Много? Да. Смотрите. Строили эту самую красочную. Советское шоссе называется. От Красного Востока. Ну, и внести уже. Кому-то они не знали, что здесь будет пробка. Железная дорога и Винаповский мост. Я ходил, смотрю, у них вот нарисован. Вот там, эстаканов он нарисован. Вот, Птухово. Вот, Птухово. А это вот и Наповский мост. Там было нарисовано, чтобы эстаканов были вот так вот. А вот посчитали. И туда пройдет. Сейчас же они строят здесь только нафиг. Здесь путепровод через железку. А здесь светофор опять. Как будто тех светофоров мало. Ну и какой смысл? Миллиард отдать и два года строить, и светофор остался. Для чего это? Хотя, миллиард и семьсот будут проектов, что в разные... Даже заезд на стуле дугу нарисован. В интернете я смотрю. Программа там по-турагонски. Ну, вообще, меня удивляет вообще. Бескрайне. И вот так вот. Там он дальше походит. Заезд на стуле. Левый поворот. Отсюда. В них заезды. А здесь. Вот. Постоянность. Вот. Понятный. Динер только с Петром Ивановичем. Сейчас снимать. Понимание. Запишите, пожалуйста, с этим путем. Как с вами связаться? Можно читать два минуты. Я уже не даю.